история человечества на протяжении тысяч лет знает и помнит множество страшных и ужасных людей поступки некоторых из них известны широкой публике и заставляет лишний раз содрогнуться от того что они совершили но есть и те что известно небольшому количеству лиц об этих людях сейчас я вам и поведаю карл дэнке был немецким серийным убийцей и каннибалом который убил и съел десятки бездомных бродяг и путешественников заниматься этим он начал с 1903 года по неизвестным причинам судя по его записям первой его жертвой является некая и до лаунер шесть лет затишья и в 1909 году новая запись 25-летняя эмо сандер за убийство которой осудили невиновного человека по имени эдуард раутман он был признан виновным в ее убийстве и приговорен 12 годам но был освобожден после того как правда открылась его последней известной жертвой было рохус паулик хоть дэнки и вел учет своих убийств до конца неизвестно все ли это были жертвы может он где-то запрятал еще одну записную книжку но в любом случае мы этого уже не узнаем но что точно нам известно так это то что он продавал мясо своих жертв ничего не подозревающим покупателям рекламируя его как свинину 21 декабря 1924 года в возрасте 64 лет дэнки был арестован и допрошен после этого его поместили в следственный изолятор где он повесился еще до того как стало известно кто он и что он чарльз уильям дэвис родился в 1947 году в семье чарльза уильяма старшего лейтенанта полиции мало что известно о его личной истории кроме того что он был женат и имел сына а затем развелся и потерял опеку над последним как позже выяснилось именно из-за проблем со своей женой он испытывал большой гнев и вымещал его как вы уже наверно можете понять на своих жертвах в 1974 году в возрасте 27 лет чарльз дэвис под предлогом помощи нападает на попавшую в 23 летнюю девушку тащит ее в лес где насилует душит но девушка выживает позже накануне нового года чарльз хотел отомстить волонтеру которая как он думал помогла лишить его опеки над сыном но он ошибся и его жертвой становится ни в чем не виновная кейтлин кук с которой он поступает аналогично прошлой жертве но в этот раз жертва доводит его настолько что чарльз вместо удушения делает ей 4 выстрела в грудь в последующие два года он нападал на женщин на шоссе там его жертвой становится 23-летняя пэгги пампер также на его счету оказалось 24-летний на тот момент еще и беременная кэрол уиллингем которую он не стал убивать после того как совершил над ней акт насилия он ее ограбил украл наличные и кредитные карточки всего на его счету было шесть женщин три из которых оказались мертвы за свои деяния чарльз дэвис младший получил два пожизненных срока на данный момент ему 75 лет и он все еще отбывает свое наказание джон норман коллинз или как его прозвало общество потрошитель и псиланти в возрасте 20 лет добросовестный ученик превосходный атлет бейсболист и некогда капитан футбольной команды поступает в университет на педагогический факультет преподаватели отмечали коллинза как яркого и прилежного студента джон вежливый спокойный и милый молодой человек с которым приятно общаться как позже стало известно джон болен клептоманией он воровал вещи и даже однажды попался на угоне автомобиля но все это цветочки прогуливаясь со своей девушкой неподалеку от леса и находясь при этом довольно далеко от города джон задал ей достаточно странный вопрос не боится ли она что ее парень может оказаться маньяком то конечно решила что коллинз просто подшучивает над ней но на тот момент он уже совершил несколько убийств некоторые из них доказывали то что совершивший их действительно психопат у некоторых его жертв было обнаружено по несколько десятков глубоких ранений до того как его арестуют его будут подозревать и связывать с несколькими жертвами но не смогут ничего доказать ровно до 1970 года когда его обвинили в убийстве каренс ю бэйнман за что он и получил свой пожизненный срок доказать причастность к другим убийствам следователи не смогли сам джон до сих пор отрицает свою причастность и заявляет что никогда не знал и не контактировал с каренс ю бэйнман из своих 75 лет джон провел более 50 за решеткой данное дело по сей день считается очень сомнительным и нельзя стопроцентно считать его тем самым серийным убийцей либо это дурное стечение обстоятельств либо его подставили наверное это уже вряд ли кто-то узнает маньяк с необузданной агрессии патрик психопат маккей рожденный в семье бухгалтеры гарольда маккея с детства был жертвой физического насилия со стороны отца в возрасте 10 лет от сердечного приступа у него умирает отец смерть которого он отрицал рассказывая людям что гарольд все еще жив с ранних лет он применял физическое насилие к своей матери и двум сестрам он был склонен к обширным истерикам и приступам гнева предавался жестокому обращению с животными и поджогом бил детей младше себя и совершал кражи еще до совершения первых своих преступлений он пытался убить свою тетю и мать а также одного мальчика младше себя он бы это сделал если бы ему не помешали еще в возрасте 15 лет психиатр леонард карр поставил маккею диагноз психопата и он же предсказал что тот вырастет и станет хладнокровным психопатическим убийцей 16 до 20 лет маккей провел в псих лечебнице после освобождения из которой сбылось предсказание психиатра за последующие два года патрик маккей совершит 13 жестоких убийств о которых сам и поведает но осужден он будет всего за три преступления и получит в возрасте 23 лет три пожизненных срока их он отбывает до сих пор хотя в мае 2021 года чуть не получил условно-досрочное освобождение трудно поверить но заснеженная аляска с ее 650 тысячным населением всегда была более плодородна на всевозможных серийных убийц и маньяков нежели густонаселенные южные штаты сша соответственно и видавших виды местных полицейских приводили редко в душевное смятение обнаженные и расчлененные женские тела роберт хансон неприметный человек на протяжении более десяти лет занимался чудовищными вещами начало всего этого было положено еще во времена школьных лет где юный худенький заика учился очень и очень тяжело проблемы с речью заставляли его испытывать серьезную неуверенность когда его приглашали выйти к доске он не мог проронить ни слова во время переходного возраста у него были настолько большие проблемы с прыщами на лице что многие девушки открыто презирали его не стесняясь высказывать ему в лицо недовольство все это в дальнейшем привело к тому что у хансона сформировалась глубоко укоренившаяся ненависть к молодым красивым девушкам его дразнили и нередко высмеивали на что сильно заикающийся роберт не мог ничего ответить и предпочитал лишний раз промолчать так как знал что не сможет произнести нормальное одного слова из-за чего будет выглядеть еще более нелепо все великолепные остроты ставящие обидчиков на место слова оставались лишь в его мыслях впрочем как усиливающееся чувство гнева за то что его унижают отталкивают за то что он не такой как все никому не нужна одиночка злоба на весь мир разрасталась в нем заполнила все его мысли все его существование роберт хансон так никогда и не научиться контролировать себя и свой гнев в конце концов это приведет его к бесчисленным актом насилия и убийством после школы жизни у него была довольно насыщенная с юных лет он работал в пекарне своей семьи продолжая с возрастом этим заниматься но уже работая кондитером он промышлял различного рода преступлениями был клептоманом и даже однажды поджог автобусный парк школы в которой он раньше учился за что вскоре был отправлен в тюрьму в то же время он увлекался оружием и после освобождения стал охотиться на диких животных вскоре это ему наскучило и он начал заниматься тем о чем позже скажет во всем виноват не я а русские как объяснил сан хансон он устал вести промысловую охоту на зверей однажды коротая время в своей избе за чтением книги ричарда коннелла самая опасная игра он буквально был очарован ее главным героем русским князем и генералом по фамилии заров в книге было описано как тот заманил трех путешественников на далекий остров дабы устроить на них царскую охоту роберт решил устроить свою царскую охоту на ненавистных ему женщин а в частности на девиц легкого поведения под предлогом денег он увозил их якобы к себе домой а на самом деле привозил на аэродром откуда на самолете летел в свой загородный дом где и совершал свои чудовищные деяния но помимо того что он насиловал своих жертв он еще и устраивал охоту на них со слов самого маньяка выведя из охотничьей избы одну из своих жертв полностью обнаженную девушку он указал ей в сторону близ лежащего леса и сказал смотри и запоминай дорогу на запоминание у тебя будет две минуты и еще полчаса чтобы убежать от меня сказал и уставился на циферблат наручных часов едва минутная стрелка обратилась по кругу дважды как маньяк вынул из чехла охотничий нож и хладнокровно выколол жертве глаза оттолкнув ее вопящую и обливающейся кровью прочь от себя он промолвил но беги же беги дикая коза охота начинается затем открыл пиво и стал ждать 30 минут что было дальше описывать не стоит и такое он провернул не с одной и не с двумя женщинами их было несколько десятков предположительно на его счету 21 жертва в 1984 году маньяк был приговорен к 461 году тюрьмы и пожизненному заключению без права пересмотра приговора а в 2014 году в возрасте 75 лет он скончался на территории исправительного комплекса анкоридж истории части этих персонажей на самом деле куда более жестоки а некоторых из них найти получилось слишком ужуткие факты и подробности которые конечно ради соблюдения цензуры не были упомянуты в этом рассказе при желании вы сами можете найти полную информацию об интересующих вас персонажах конечно же это не все истории о которых можно рассказать если вам интересен такого рода контент подписывайтесь на канал и при желании можете поставить лайк а также если вам дорогой наш зритель известно какая-то интересная но мало известная история можете написать в комментариях внизу под этим видео все комментарии читаются так как нам очень интересно что пишут наши зрители на этом у меня все до скорых встреч